так вот я хотел начать значит докладывать с вопроса если вот сейчас я вам скажу гениальную мысль и идею вы не поверите правильно значит никто не поверит гениальные мысли а если я все таки скажу что-то гениальное вы это поймете вот вот это вот значит по самому определению гениальности гениальные идеи гениальные мысли эти сам значит на оба вопроса ответы отрицательную то есть если я скажу что то что вы сразу поймете зааплодируйте скажите гениально это будет совершенно тривиальная мысль совершенно обыдельная которую вы сами понимаете которую с вами сформулировать если вы значит не способны что-то понять то может быть это и глупость да вот глупости гениальные идеи они похожи вот в прошлом докладе два года назад я показывал что гениальная мысль это малый ребенок глупая вещь это значит взрослый идиот да поведением они похожи просто взрослый человек он остановился на детстве и никак не развивается то есть то что может развиться но похоже на глупость то может быть гениально это может быть значит можно в принципе оценивать так но доклад называется модификация теории тяготения в теории сжатия вселенной и решение вопроса аномалии вращения галактик без привлечения идей темной материи так доклад модификация модификация теории тяготения значит почему я говорил о насчет гениальности потому что идея была заложена именно такая в конце двадцатого века томас кун сформулировал идею научных революций это где одна парадигма меняет другую парадигму научную на самом деле все немножко сложнее если рассмотреть но в связи вот с этим что возникает смена парадигма возникает конфликт пройдем парадигм значит решение разных способов задач ну вот формулировка вот это вот именно по этому адресу есть научная парадигма это совокупность убеждений ценностей технических средств которые воспринимается большинством носителей вот это вот значит самой парадигмы например вот если пример близкий ко мне пример смера смена образовательной парадигмы что раньше была парадигма что получил образование на всю жизнь до свидания институт закончил он тебе будет вот это образование кормить всю жизнь на самом деле сейчас настолько быстро все развивается меняется что нужно возвращаться и получать какое-то другое образование снова чтобы не отстать от жизни а вот этот вал знаний новых он уничтожает значит смысл или уничтожает правильность былых информация устаревает поэтому нужно образовал получать образование в науке значит смена парадигм это будет значит в рамках то есть обычная вот наука если вот как-то развивается это нормальная наука она немножко модифицируется она добавляет значит к себе какие-то вещи какие-то частичные разработки какие-то значит незаполненность вот этих вот своих идей а значит научная революция как бы полностью меняет смысл идею то есть на примере образование что образование на один один раз в жизни или образовав образование получать значит всю жизнь это смена этих парадигм это нелинейный характер потому что иногда вот уйдет идет как будто накапливается что-то данные данные копицы потом они превращаются в новое качество то есть кун сравнивал перехода от парадигм как будто переход в новую веру и как у него была парадигма значит нормальная наука это накопление усовершенствование парадигмы накопление значит различных данных в этой же парадигме дополнение этой же парадигмы то есть вот мы взяли и провели какой-то новый эксперимент и доказали значит то что мы уже представляли потом провели другой эксперимент это же это нормально наука потом превращается какая-то появляется наука неординарная наука и значит в результате развития это неординарной науки в принципе гениальные идеи значит происходит научная революция но на мой взгляд вот не оценено было вот в этих вещах это борьба за существование парадигмы потому что действительно идет война пытаются властвующая парадигма пытается не допустить не пустить значит цензура введена различного различного типа не пускает никакие другие идеи которые способны значит ее сменить это война и и ограниченность действия парадигма то самое интересное потому что парадигма они сами в себе они все правильны вот пример опять же пример пример плоская земля так парадигма правильно если мы строим это здание нам не нужно значит земля круглая зачем нам значит вот эти вот тонкие углы которые вообще ни к значит мы даже измерить не можем и и не будут в нем не будут ни на что влиять но если расширить вот эту вот область то парадигма плоской земли уже неверно до 1000 километров довести то тут уже важно шарообразность земли а в парадигме плоской земли значит вот интересная вещь защищается именно различными способами что земля плоская мол а если круглая земля вода вниз течет да такая такое доказательство что земля плоская и принимается на самом деле любые парадигмы они ограничены то есть ограничены или временем или пространство но и все правильно получается и значит в этой картине есть есть еще одна такая вещь множественность ни одна парадигма действует а несколько меняется может быть часть парадигм меняется некоторые другие парадигмы основе остаются так вот идея моего исследования была первична что на основе вот этих вот смены парадигм на основе значит знания о смены парадигм значит найти вид какой-то следующий новый парадигмы утка в качестве какой-то в теории гравитации да это космологическое космологические подходы и теории гравитации выбрал значит проанализированы здесь играть теория гравитации ньютона и теория относительности базовым значит принципами теории гравитации что является базовым принципом и теории гравитации значит у нас есть например вот я нарисую носки это один шарик это другой шарик это значит земля или планета или какие-то два те тела вот раз я я этот стер нарисовал в другом месте так вот какие два базовых принципа здесь значит действуют на всю эту систему силы например значит вот так если я стер вот этот объект здесь большой уже нарисован к нему какую-то подрисовал так вот здесь два таких проанализированы два принципа принцип первичности вот этой вот доски на которой это все нарисовал да она первично для того чтобы нарисовать эти шарики я должен для того чтобы существовала планета нужно пространство да то есть первичность пространство она есть это принцип принцип теории ньютона первичность это один из принципов значит и второй идеальность то есть чтобы я здесь не нарисовал я сотру нарисую в другом месте и значит доска в этом не принимают участие да сама по себе она носитель она идеально два принципа первичность идеальность значит именно идеальность идеальность не именно в таком виде то есть она нет она идеальна потому что она значит не участвуют ни в чем в нее можно все что хочешь вместить она в этом не имеет никакого отношения к тому что там внесено поэтому она идеально это идет вот потом переход к теории относительности изменил один из принципов один из принципов первичность пространство осталось мы не можем сказать вот с точки зрения того теория относительности что там ничего нет и лишь там что что-то значит есть значит геометрия осталась геометрия в теории относительности она осталась но и убрана идеальность значит что в чем имеется идеальность мы здесь доска которая не участвует каком-то процессе а значит теория относительности это вот уже объект материю положили и лист он изогнут получился он был прямой материя или там скорость его изогнула то есть поменялась парадигма парадигма поменялась одна поменялась парадигма идеальности пространство должно быть первично бессмысленно говорить что вот материя где-то существует а где она существует нет нет пространства это бессмысленно она не может искривлять того чего нет то есть изменилась одна часть только парадигмы изменилась идеальность она учится пространство стало участвовать вот и остался но мы значит знаем что здесь два принципа первичность идеальность так вот следующим шагом логичным вот в этом направлении это изменить первичность пространства построить его в виде вторичного то есть пространство задать каким-то образом а вот эта задача задача очень сложно то есть я должен ввести вот в это дальше если чтобы дальше продвинуть значит сформулировать гениальную идея должен изменить принцип первичности и заменить его вторичностью вот мы все с самого детства воспитаны на геометричность это очень сложно сложно это поменять вот но значит я предлагаю с точки зрения качества то есть пространство описывается количественным способом я предлагаю значит качественную сторону если нет значит если есть количество значит уже геометрия существует вот мы можем представить что вот здесь вот один объект и рядом с ним другой объект да значит . уже есть уже задано уже она существует если мы значит с точки зрения это вводим введено даже в базу основ математики математика абстрактно а значит теория может говорит о том что есть пустое пространство да это 0 а в пустое пространство мы внесли что-то это уже единица но ребята если пространство нет не существует туда ничего нельзя внести вот база такая основа вот ничего нельзя нести и нам нужно исходить из не количественных вещей а что у нас не количество это качественные вещи например вкус и цвет да то что отвечает на на вопрос какое какое мы не можем если есть у нас объект цветной и один единичный он не количественный мы знаем что он цветной а насколько он цветной для того чтобы сказать насколько он цветной нужно другой объект с другой расцветкой уже количественное отношение уже геометрический вот так вот вот это вот у меня картина которая здесь изображена значит это модель 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 значит геометрическая модель потому что мы привыкли к геометрическими модели где я задаю качество только качество величина в левой слева налит сосуд почти полный справа значит почти пустой жидкость перетекает но это не качество то есть это не количество это качественная картина качество один объект обладает вкусом цветом нет ни пространство не времени нет количественных отношений вообще но я обозначил их с с и т подружина что это время время и пространство уже есть почему так сразу это было это было на самом деле это было потом вот здесь я сразу чтобы изложить так вот пространство действительно это то что обозначено буквой с время действительно то что обозначено буквой т но здесь она лишь качество которое мы не представляем цвет вкус там не знаю любые качества которые даже мы не можем по себе представить какие то качества есть а вот отношения качеств насколько вот эта вещь вселенная насколько она обладает качеством с и насколько она обладает качеством ты вот отношение те двух качеств это уже реально который мы представляем вещи с деленное на ты это c это скорость света так это уже реально которую мы можем измерять нашим геометрическом мире а с на т на т квадрат это ускорение которые называют скорее замедления скорости света очень такие вещи которые если я в парадигме в современные скажу в карту дурацкие вещи вот именно те вещи которые значит может быть и гениальные да так вот в этой парадигме первичная скорость и ускорение замедления тут они даже не векторной величины термин и парадигме до скорость это векторная величина но не скорость свет вот значит существует скорость ускорения пространства нет значит эволюция вселенной происходит благодаря уменьшению скорости света это это главная вещь потому что если вернуться к предыдущему слайду там было много потом стало меньше с на т уменьшается и геометрические размеры оказывается увеличиваются потому что ускорение замедления скорости света уменьшается быстрее но в первичный парадигме уже сказал что это значит и теперь переходим то есть я обосновал что я значит меняю парадигму меня парадигму таким логичным путем значит и теперь вообще вообще принятый парадигм есть закон где ускорение вот центральная масса м и какая-то вот у кружочек который вращается вокруг центра галактик например расстояние между ними постоянная скорость скорость со скоростью в нулевое и ускорение естественно а нулевое которое вычисляется по формуле а гамма м на р квадрат ну и закона ньютона следующее следует но если если как я говорил скорость света уменьшается из-за этого происходит не просто появление расширения вселенной как говорят откуда она расширяется а пространство рождается появляется рождается как вот например дети рождаются вчера не было какого-то ребенка сегодня он уже явился и бессмысленно говорить что значит значит если нет родителя значит о детях это вообще бессмыслица и здесь пространство появляется она появляется не только на космологических масштабах как в космологии говорят там гравитационно несвязанной системы а на реальных вот расстояниях и естественно если где-то между центром масс галактик и звездой появилось расстояние значит у него добавилась какая-то скорость у него добавилось изменения уже добавлено изменения значит у него будет обязательно будет значит дополнительное ускорение она проявится дополнительное ускорение и ускорение она будет здесь показано расти от расстояния чем больше расстояние ускорение будет вот кривая вращения типичной спиральной галактики предсказанная наблюдаемая а это предсказанная это вычислено по закону Ньютона б это наблюдаемая на самом деле еще даже немножко больше и мы видим что расстояние между ними постоянно растет что исследует из этой парадигмы изменения размеров вот эта картина еще одна из интернета взятая с прогнозируемыми величинами которые действительно видны теперь я перехожу немножко к тому что я на прошлом сформулировал идею как узнать какие наблюдения позволят убедительно подтвердить что скорость света меняется так вот на Луне находится несколько аппаратов в данном случае я выбрал луноход луноходе есть аппарат уголковый с уголковыми отражателями они отражают лазерное излучение и Аполлон например 14 но здесь еще 16 я рассчитывал потом посмотрел что на нем вроде бы уголковых отражателей не существует но примерно на одном расстоянии в чем здесь дело вот здесь центральная точка где сходятся вот эти вот она ближе всего к Земле это самое ближе а Луна всегда одной стороной между Аполлоном и между этим самым есть какие-то расстояния примерно 500 километров то есть луноход дальше от Земли примерно на 500 километров а Земля а Луна она вращается и вот расчеты приведенные приведенные расчеты значит на моем значит аккаунте в Ютубе я выложил такой ролик так и лазерная локация у Луны вот здесь вот перечислены основные станции осуществляющие осуществляющие лазерную локацию это ну в основном американские есть в Европе и даже есть в России вот вопрос интересный вот Луна немножко вот такой ролик она покачивается но она всегда одной стороной значит приведя измерения а ведь скорость света вычислена около 2 сантиметров в секунду за год расстояние между аппаратами аппаратка 500 километров луна геологически пассивно вполне можно себе представить что вот этот древь изменения скорости света мы обнаружим 100% вот вопрос почему до сих пор не провели наблюдение да почему есть аппараты есть объект есть и понимаете это не надо деньги вливать никуда никакие почему нет такого наблюдения а вот я беру и смотрю поиски темной материи то есть я говорю о том что теория сжатия вселенной благодаря такой модификации значит не нужна идея темной материи а здесь вот смотрите 532 дня наблюдений на каком-то на какой-то аппаратуре дорогущие миллионы долларов стоящие и здесь вот значит 200 человек им зарплаты выплачиваются в долларах хорошие зарплаты они только над этим работают они получают деньги за поиск темной материи значит если не надо темную материю куда 200 человек денутся это одна установка это другая значит другой поиск 28 человек поиск темной материи это еще один 24 человека по всему миру и какая установка да ищут не только с помощью телескопа ищут с помощью различных специальных систем а вот значит в Китае в Китае тоже количество людей много ищут темную материю да им за это платят и вот даже один значит радостный папа закончил его значит бакалавриат его сын вот он фотографию сына приводит и мне значит на одном значит форуме сказал хотел что сын хотел писать докторскую по гравитационным волнам оказалось что мест мало финансируемых и все забиты желающими ну может быть он будет как раз по темной материи или темной энергии писать представляете специально платят деньги огромные гранды платят на то чтобы описывали все эти вещи так значит некоторые данные которые вычислены которые не вычислены размеры вселенной почему с таким плюс-минус 20 процентов чуть больше 20 процентов размеры вселенной значит а потому что данных по изменению ускорения очень сложно вы найти их нет просто нужно исследование а их потратить на поиски темной материи естественно относительно изменения размеров вот метр меняется на величину такую примерно около двух на 10 минус 18 степени каждую секунду изменяется метр каждый метр или там тысячи километров на столько-то километров еще еще одно вот эта вот вещь она обоснован монт на самом деле есть такая вещь которая связана которая ну просто предположительно формулу написали и сказали что меньше ускорения значит чем здесь обоснованно значит вот верхняя картинка мы вычисляем когда значит можно можно все значит звезды суммировать которые находятся в галактике например и у нас сила притяжения вот этой желтой точечки к центру будет 1,25 но если согласно вот этой теории которая все меньше ускорения я сейчас скажу почему меньше ускорения надо выбрасывать вот мы зелененьки мы просто выбросили из рассмотрения на том же самом расстоянии сила притяжения 78 то есть в 1,4 раза больше в 1,4 раза больше при этой модификации действует вот именно такое правило значит а почему почему же монт почему вот эти вот вещи вот эта вот картинка мы смотрим вот красная линия это значит та величина по которой скорость света уменьшается значит это красная красная вот эта линия если скорость значит в этой парадигме еще раз вернусь к парадигме скорость света она сформирована это два отношения двух качеств это является формирующей величиной геометрии вселенной то есть насколько она изменится настолько изменится геометрия не может быть ничего геометрического вообще вселенная бессмысленна вне скорости света это значит поэтому существует предел вот этот вот предел отношения то есть любые энергии возрастают подвижение скорости света и невозможно ее превысить не потому что ее просто невозможно превысить или это сказал там какой-нибудь гений прошлых столетий а потому что именно скорость света сформирована вся геометрия значит мы можем быть вот в этой точке это значит вот с точки верхней скорость менялась дельта с за дельта т изменилась на какую-то величину но это можно это мы видим что точечка находится ниже этой линии а вот второй вариант который светлый немножко вредим цветом где в 2 вот эта точка она находится за выше точки почему потому что за вот это же изменение скорости света произошло вот вот эта точка так вот вот это изменение скорости света произошло за чуть больше времени чем можно дельта с на дельта т дельта т больше чем нужно значит дельта с на дельта т квадрат ускорение оно является меньше вот эта линия означает меньше этого меньше ускорения замедления скорости света величины нет больше скорости света больше величины скорости света нет а ускорением меньше ускорения не существует меньше вот это обоснованность значит вот этих вещей вывод вот абсолютно маленькое ускорение основа теории квантов при наличии минимального ускорения скорости смеется не на любую величину но на какую-то кратную вот этому ускорению то есть не может быть есть естественно если мы берем энергию м в квадрат вот какую-то энергию м в 2 квадрат то значит мы вот эти вот скорости вот эта скорость она изменилась на не меньшую величину естественно изменение энергии будет такой же при одинаковой массе если мы будем сравнивать значит будет кратное этому этой величине значит изменение энергии вот смысл почему существуют квантовые теории почему квантовые теории так здесь некоторые оценочные значит здесь выведено значение ускорения с точки зрения если масса у нас равна 1 1 килограмм вот эту вот масса значит а будет равняется корень из 2h это 364 здесь минус 17 но значит на самом деле при изменении скорости света масса зависимая величина она тоже должна меняться поэтому от этого значения должно быть насчет больше определено с точки зрения из космологии это примерно порядок 10 минус десятый метров в секунду вот пример теперь пример вот этих вещей город галактика водоворот взял пример значит что же с ней происходит а с ней происходит вот что она вращается не связано как вот вокруг центра а как будто в зрение цепи закручиваются то есть к каждая точка притягивается вот к этому а вот эта часть она может существовать она не притягивается и значит каждая точечка вот здесь они притяжение у них есть а здесь они не притягиваются поэтому как будто значит на цена цепях раскручиваю что-нибудь и цепь тянет друг за другом вот поэтому закручиваются в такие спиральные структуры это галактика пример галактика водоворот спасибо за внимание еще я вложился завтра очень четко четко да пожалуйста вот показано что у ускорения даете полин квадраты и приравнивать и за это там с единицами в смысле где размер размера сюда но предпочтение страниц это вот это да да вот а разок то ли то ли или тут пропорционально надо поставить не 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 я просто упустил здесь выводя все эти вещи я здесь упустил вот эти вот значит массу приравнил я приравнял его единица а здесь а здесь да здесь здесь неправильно изображено да просто я да это вот именно упущение потому что я приравнял массу к единице и значит поэтому в размерность она как бы выскочила выскочила если если вот дней до до выскочила размерность отсюда так что еще спрашиваете у меня на самом деле несколько вопросов по одному по одному значит вы говорили там гениальность глупость да значит от известно за запомнить это услышите повторить чтобы вашему является феноменом понимания как такового феноменом понимания мы не присущились феноменом понимания как это не знаю не могу сказать спасибо все все вопросы значит любые вопросы неожиданные как на котором я не думал я адресую на следующий раз так как было на предыдущих конференциях я обещаю подумать на 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 полностью над этим вопросом что неожиданный как бы в этом второй вопрос какая разница по вашу вашей картине мира между парадигмы и картины мира ну парадигма значит общая картина мира она складывается из множество количества парадигм вот дня ни одна парадигма это общая картина мира а парадигма это более более узкое понимание каких-то направлений потому что мы не можем мы не можем картину мира все взять и изменить сразу резко уже картина мира она из миллиона в миллиону различных вещей мы меняем парадигму даже здесь я конкретно уточнил что теорию гравитации и конкретно уточнил что выбирая только часть каких-то парадигм потому что теория гравитации она включает себе гораздо более широкий спектр различных вещей вот это различие такое то есть а и тогда иначе как соотносятся по вашему мнению парадигмы и мировоззрение они коррелируются это одно и то же или как они соотносятся ну это мировоззренческая концепция да это можно понимать и в узком смысле в широком можно понимать что значит одна парадигма и человек который мыслит про этих этой парадигму он обладает именно таким мировоззрением можно считать что он обладает мировоззрением нескольких то есть мировоззренческая концепция это тоже более широкая широкая получается чем значит концепция узкой парадигмы широкой пониманина точнество между парадигмами мировоззрение да но значит мировоззрение более широкое понятие я так представляю более широкая здесь не одна парадигма значит не что несколько несколько парадигм они первого это совокупность права совокупность нескольких парадигм значит в каком-то направлении общая картина это еще более широкое понятие я так понимаю ладно еще один последний вопрос скажите пожалуйста вы говорили о количественно качественных этих самых разделяли количество и качество а почему вы разделяли количество и качество потому что на самом деле существует такой феномен как параметр который наоборот является количественно качественной характеристикой и реальная величина не может отдельно быть измерена безразмерной величиной количества и чисто качественная которая показывает отношения мер с помощью которых я это количество получил вы значит здесь пытаетесь меня перенести в рамки значит уже действующий существующих а также понять разницу между действующей вашей то есть вы хотите да вот значит вопрос насчет интересный значит вы хотите меня перевести в рамки вот парадигмы которые существуют да да и сравнительно значит понять как же вот она относится а вот я хотел указать что вот это вот ваша набор парадигм я значит несколько их меняю на другие на какие парадигма количественно значит переходит берется одна только качественная часть потому что коль любое количество любое количество это геометрия уже существующая уже заданной геометрии уже существующая геометрия даже на рамках вот я пример приводил недаром в рамках вроде бы абстрактной математики Теория множества. Что такое множество? Множество это набор элементов. У нас есть пустое множество, там ничего нет. Как так может быть? Пустое, не имеющее множество, что-то вложить. Значит, что получается? Это в рамках современной действующей парадигмы. Значит, множество это стадион с бесчисленным числом посадочных мест. Уже есть. Вы как мне говорите, что не понимаю. У вас уже с детства, с начала, уже есть идея бесчисленного количества посадочных мест. А вот непосредственно количество, это сколько там мест занято. Вот здесь, смотрите, если так рассудить, аудитория вся может местить столько-то людей. А здесь меньшее количество человек. Понимаете? А вы уже считаете, что в этой аудитории уже есть такое количество студентов. Вот представьте себе, что нет вообще аудитории, нет вообще дома. Нет дома. Как вы, не имея вообще ничего, можете сделать что-то? Вот вы с этой позиции можете представить, что вы возьмете? Ничего, ничего не будет. Если, да, ничего не будет. Если вы берете любое, любую идею, где есть количество, любую идею, вы уже в геометрической парадигме современного типа существуете. Я предлагаю, значит, может быть это не совсем верно, но один из подходов взять какую-то качественную величину, которую мы можем оценить. Ну вкус, вкусно, да? А может быть наоборот невкусно, потому что мы не имеем градации этих качеств, не имеем, не имеем количественных отношений. Все. Но если будет другое, другое какое-то качество, то комбинация этих качеств дает нам различие. Различие дает, а количество нет. Вот именно рождение количества в градации качеств. Качество А, оно изменилось и уже соответствует качеству Б другому. Это уже количество. Что такое качество? Качественное качество это то, что отвечает на вопрос какой, какая, какое, красный, цветной параметр. Любой параметр физических полей. Еще раз, еще раз, это не параметр физических полей. Значит, если я строю геометрию, я должен из чего-то выстраивать его. А вы вот упорно хотите геометрию сделать опять первичной. Я объясняю подход. Значит, нельзя в этом случае геометрию, если задался целью сделать геометрию вторичной, нельзя переходить к таким вещам. То есть, подспудно уже считать геометрию первичной. То есть, где-то на каком-то уровне вырос, а геометрия первичной. А у нас, значит, у нас суперструны или либраны сталкиваются с браны в каком-то пространстве. Под качеством обычно понимает определенная совокупность свойств. И тогда получается, что вы предлагаете или сторонник атрибутивной концепции пространства. И в этой связи спрашивается, как вы относитесь к такому определению, к онтологическому пространству, как пространство – это мера устойчивости взаимно сосуществующих сущностей. Вот, смотрите, какая вещь. Значит, вы уже применили геометрический подход, когда сказали мера. Что значит измерить? Это сравнить с существующим эталоном. Определить свойств. Это сравнить с существующим эталоном. У нас нет существующего эталона, потому что у нас не геометрические начала. У нас параметр, значит, задается параметр, сущность которого мы не можем себе представить. Как я его могу вам задать еще, если мы не знаем, что это такое? Может быть, это некачественная вещь. Я просто сказал, что предполагаю, что вот удобно взять из качественных каких-то характеристик, представить, что это качество. Но это неизвестно что. То есть мы мир представляем геометрически. А на самом деле он состоит неизвестно что, неизвестно как изменяется, но мы его так интерпретируем. Вот это чувство, наши органы зрения интерпретируют мир как геометричный. На самом деле, так как скорость света очень большая, и вот эти расстояния, на которых все это измерять, тоже очень большие. Локально вот здесь мы можем не отвлекаться на эту, что первично, геометрия или какая-то другая сущность. Геометрия, парадигма геометричности, на самом деле, вот здесь она действует с большой точностью. Мы даже не сможем практически, ну и очень на пределе каких-то возможностей современных экспериментов узнать, меняется там скорость света, не меняется скорость света, изменяется ли геометрия или нет. Мы не сможем. Поэтому геометрия, локально, парадигма геометричности, она правильная. Вот в этом смысл, когда человек, опять же приводил пример, плоская земля, круглая земля, и сразу приводит такой протест. А с круглой земли вода бы стекла, и все бы засохло, да? Это неправильно, потому что если парадигма круглой земли применять, то тут же появляется другая парадигма, притягивает не вверх-вниз, а притягивает вещество. Притягивает, значит, вот конкретный участок заполненной материи. И в любой точке земли, значит, она в малом она видится плоской, в большом она все равно должна быть круглой. Так вот, ваша парадигма, когда вы вот так вот сказали, она подразумевает геометричность. То есть, если мера, значит, эта геометрия уже есть на каком-то подсознательном уровне, который, может быть, даже не отождествлен с этим пониманием. А если ее нет, значит, и можно, кстати, вот это можно отрицать, можно не отрицать. Смысл в чем? Смысл в том, что это мой способ, мой способ попытки построения негеометричной теории. Потому что есть другие реляционные способы построения негеометричных, но мне тоже кажется, что это в основе тоже какие-то геометрические вещи. Вот, ну это просто такой вот способ, способ построить геометрию из негеометрии. То есть, нет геометрии вообще, не существует геометрия. А вот давайте мы ее как-то создадим и, значит, посмотрим, что это будет, вот как будет происходить. Вот именно так. Вот вначале вы там начали говорить, сколько людей участвуют в измерении темной материи, сколько участвуют в измерении лагерных измерений. Вот это очень спекулятивно, потому что, и вы провели статьи, показали, что куча народа там, да. Но вы, наверное, знаете, как пишутся публикации, что когда вот эта вот аппаратура очень сильно, то есть люди занимаются множеством задач, каждый язык. А вот когда пишется статья, то тогда учитывается взнос каждого человека в эту работу. То есть вот эта вот настройка, там какие-то сильные идеи, там, у этого прибора, они сделали, они были, могут быть, 10 лет назад. Но его берут все равно участникам. Поэтому вот это вот такой, это первый момент, да. А второй момент по поводу лазерных измерений. Вы же понимаете, вот, по-моему, у нас были там на форуме обсуждения, и там было сказано, что вот лазерные измерения, они возможны очень узкий промежуток времени, где-то когда луна там занимает определенное горизонт в определенное время суток. И тогда вот этим вот слабеньким отраженным вспышком, их удается фиксировать на Земле, только вот когда солнце не мешает, отраженный свет Земли не мешает. И это получается, то есть это измерение проводится, ну как, ну скажем, раз в месяц их можно там в течение там нескольких минут провести. Вот учтите, это очень тяжелый измерение. Я немного, может быть, сгучаю, но что-то так примерно. Это да, но любые сложности при желании можно было... Как не никто в дело, что люди проводят, подождите, вы говорите, что вот смотрите, как мало людей здесь, потому что эти измерения, они чрезвычайно редкие, а это вот постоянно идет наблюдение. В нем участвуют там 2-3 человека, которые, так сказать, как говорите, зарплату получают. Остальные все занимаются другими делами. Вот учтите, это же... Так, вот здесь вот конкретно 532-дневный поиск темной материи. Совершенно точно. То есть установка миллиарды долларов. Два года ее настраивали, и она работала. Вот понимаете, но все люди, вот эти, это не значит, что вот эти все люди сидели... Значит, он служил, и вот там, допустим, десяток человек. Остальные там были... В 10-10-х все в 10-10-х двух недель, которые поработали. Нет, постоянно кто-то за ним сидит. Постоянно сидит один-два человека. Вот они будут 10, пускай 10-х все в ходе сидят, в вашу пользу. Десяток человек сидит, а остальные каким-то образом участвуют еще. Но они участвуют и другими делами. И платят им за то, что они участвуют вложить в заданиях. Вопрос в том, что за это, за поиски темной материи, им платят. А за поиски изменения скорости света не платят никому. Мало того, что не платят, значит, у меня есть опыт, где наши корифеи пишут, это антинаучно, это лженаучно. Ну, это другой вопрос. Это именно тот вопрос, потому что барьер, который, значит, отделяет в поиске новых научных идей, он вообще называется мракобесие. Да, я с вами согласен. Вот это наша задача, вот как подойти к этим людям так, чтобы они все-таки, ну, не то, что сказали, вот все, ты хочешь отрицать теорию относительности. Чтобы, да, дай мне измерения данные, дайте где-то там, дайте ваши архивы, посмотреть. Я этим занимаюсь, понимаете. Я это знаю, прекрасно знаю, как это делается. Вот, ну, а так, полопы, это бесполезно, вы правы. Да, да, это бесполезно. Ну, совершенно бесполезно. Но, чтобы, чтобы, вот это вот. У нас, вот я помогаю народу туда, вот я забыл, как его, серый, 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 помните, он, значит, хочет вот эти квазары вычислить. И вот ему надо найти инструмент какой-то. Я ему попытался, ну, вот на, это, в Зеленчуке, там, вот это, радиотелескоп же нас стоит, вот это, да, ротан, вот это. А там выяснили, что там телеска не работает. То есть, у меня приятель там работает, я договорился, все. Начал, а у него получается, что у него что-то только 15 секунд тут, через поле зрения вот этого телескопа, проскакивает вот этот квазар, который есть. А ему нет, ему надо хотя бы минут 10, чтобы он там, ну, вот, то есть там вот. Вот это облучает, ну, собирающая телеска, вот с этих, этих самых, она должна идти, идти, идти вот этим квазаром следить, она неподвижна, поймать, она достала, и все. И вот, у меня ответственность, к вам вопрос, а если вас кормить не будут совсем? Кого? Меня? Да, вообще нигде, давай, есть не будут давать. Ну, к чему это? Это к тому, что, вот смотрите, здесь вот я указал 6, значит, этих самых аппаратов, которые существуют, плюс в России есть. Значит, кто из них, кто из них вообще знает, что можно таким способом измерить изменение скорости света? Для этого нужно взять. Вы получите, каким-то образом, доступ к их данным, из них выцеливаете, и все, это совершенно свободно. Вот, у меня сейчас вот задача, я говорю, вот сейчас вот, это большой адронный коллайдер выразил все данные, и вот там была как-то заметка, что у них идет разная интенсивность вот этих, получение вот этих бозонов, да, топ-кварка вот этих, ну, а зависимость, какая, ускорь такая фраза, зависимость от времени года. Космофизическое воздействие на то, что Шноль писал, вот, но из этих данных ее надо как-то там выцарапать, я пытался еще до выкладки вот этих вот, найти как путь вот, как вот, ну, чтобы прокорреглировать время года, интенсивность эту. Так, я вам отвечаю, значит, такой сравнительный эксперимент этими лабораториями не проводился, а, значит, наши корифеи, ученые, так сказать, они запрещают, вы извините, опубликовать, да, вот, каким образом я смогу, значит, взять и написать в НАСА в Калифорнию, в США, да, мой попадет письмо в спам, а, ну, попадало в спам, они не отвечают, они не знают. Для того, чтобы они, значит, пошевелились или кто-то им, им нужно финансирование. Для того, чтобы финансирование этого, именно этого направления, сравнительные наблюдения не проводились однозначно, потому что есть сложности некоторые сравнительных наблюдений. Есть, это я указал в докладе просто так, на самом деле все сложно. Все бывает не так просто, как здесь указано. Поэтому, поэтому, чтобы им заняться, им нужно, чтобы кто-то из их академиков заинтересовался, значит, дал команду и предложил финансировать именно это направление, просто так не будет. Какое финансирование будет, если, значит, на каком-то уровне это все мусорную яму слили и никому не говорят? Слава Петрович, извините, суть, эти все процессы происходят у каждого, наверное, из нас сидящего. Я не к тому хочу сказать, вот, вроде вот я доложил, тут все довольны. А мне пишут отрицание. Почему? У вас, ну, какое-то слово у меня не в том падеже. И слово парное не употребляется, и поэтому не публикует, а больше никаких замечаний. Я не к тому, что я говорю, я просто говорю, что сам процесс доходит до идиотства. Я говорю, ну, вот, нужно обходить, единственное что. Пожалуйста. Ну, я с докладчиком согласен в том плане, что большинство современных исследований стало или иллюзорных вещей, или, как они называются сейчас, эти самые, получения грантовых стало. Грант получил, и дальше... Но, вот, что касается темной материи, может быть, не в инструменте дело, а может быть, дело в том, что ищут, не знают, что искать, вот, в первую очередь. Значит, ведь материя, как и все в мире, имеют качественные скачки и преобразования. Значит, и вот темная материя может качественно отличаться от той, которую мы видим, и, так сказать, или ощущаем с помощью наших приборов, а ищут ее по-старому. Это... это... значит, и что касается вашей идеи, что все создается и эволюционирует за счет падения скорости света, значит, ну, идею можно высказать разную, но ее надо хотя бы подкрепить расчетно, не просто так сказать это, а расчетно подтвердить и сопоставить с имеющимся хотя бы... ну, сейчас уже тысячи парадоксов, фактов парадоксов. Попробовать с помощью этой идеи объяснить эти парадоксы. Если она расчетно подтверждается и объясняет парадоксы, хотя бы необъяснимые современной науке, уже хорошо. Это мне так кажется. Так, следующий вопрос. Вот товарищ уже... Я бы хотел добавить, что вообще говоря, сама по себе идея того, что скорость света меняется, не является новой, она, в принципе, вполне легитимна в науке и рассматривается. Если я правильно помню, как бы один из, как бы ее, как бы, ну, можно сказать, авторов такой идеи, на которой мне известен, это один из профессоров в Англии, физик-теоретик, направление достаточно маргинальное, вообще говоря, но, в принципе, в научной литературе статей на тему встречается. Я, как бы, как-то читал. Ну, достаточно слабо развито. В принципе, никакого запрета на эту публикацию такой темы совершенно нету. Найти, как я говорю, в научной литературе это можно. Но пока что у них ничего не получилось, как-либо подкрепить свои идеи, наблюдениями. Так что, собственно, вот такое замечание. Я могу больше сказать. Значит, идея, значит, теории с изменяющейся скоростью света была озвучена, была разработана еще раньше знаменитой теории относительности, общей теории относительности. Абраган, значит, Эйнштейн ввел с ним полемику и, значит, он выбирал, что же сделать. А ситуация тут такая, как вы говорите, неподкрепленность, значит, каким-то инструментом. Геометрическая теория была подкреплена математическим аппаратом, огромной дифференциальной геометрии аппарат. А, значит, вот эта теория с изменением скорости света, где геометрия рождается, она не подкреплена никаким математическим аппаратом. И поэтому раздуть математический аппарат и сделать там кучу статей это можно. А вот, значит, проверить идею на основе того, что здесь вот у нас есть куча, значит, различных формул, мы измеряем. А вот здесь вот нет, ну, а почему нет? Вот один какой бы конкретный эксперимент, который бы уточнил, а насколько же она меняется, он дал бы сразу целый спектр исследовательных дальнейших. Вы совершенно правы, но я вот, извините, точно могу сказать, если использовать парное измерение, а ваш пример является одним из примеров неопределенности, это, конечно, маленькая ошибка на Земле, но я говорю вот в гидрологии, во многих других средах распространения сигналов в Земле в сложных условиях, это огромные ошибки, огромные, не просто маленькие, а огромные, которые им иногда превышает сам размер, который фиксируют. Поэтому вопрос стоит вот только в одном, мое такое, извините, мнение, он использует парность, то, что дал нам Бог. Конечно, это будет усовершенствовано, то, что я сказал, это только первый шаг, но это другой просмотр нашего пространства, который дает, во-первых, достоверность отображения, то, что мы видим темную материю, но я просто так уже говорю, по козырю мы видим, какую темную материю, прошлого века или сегодняшнюю, это первый вопрос, ну и так далее. И тут можно играть, ну, в общем, сколько хочешь. Вот, пожалуйста, надо... Сейчас, секундочку, я закончу маленько. И поэтому вопрос, да, в общем, вопрос очень такой, ну, вот один из примеров, когда очень необходимо это делать. Я просто провожу эксперимент на нас собственных, собственно, на нас я провожу эксперимент. Какой? Я задаю один и тот же вопрос разных накмальчиков. Пространство и время это материя или нет? Да или нет? И вот я просто провожу... В пространство и время я же об этом говорил, что пространство и время это наш способ отождествления тех... Материя, он просит, да или нет? Материя, да или нет? Я не знаю основ, значит, качественные, почему она есть. Есть, значит, две вещи. Реальность существует, мы видим, что она существует. Да, реальность существует. В каком виде она существует? В виде идей, в виде, значит, религиозных концепций, в виде материи. Я не знаю, потому что здесь об этом не говорится. У меня, значит, парадигма это изменение вот этой первичной сущности, которую мы отождествляем как пространство временной, вот этот весь набор свойств и разделений, понимаете? То есть, есть две вещи. Реально существуют и реально меняются. Все растут. Даже вот я разговариваю, да, что-то меняется. Растения растут, дети растут, все меняется. Вот две концепции, которые я знаю, значит, однозначно существует и меняется. Что существует? Что существует? Я не могу сказать, что это существует. Либо это мыслящее существо, либо это голая идея. Я не знаю, потому что я строю на том, что оно существует, меняется. Из-за этого мы видим весь этот процесс, как геометричные вот эти вот все свойства. Спасибо. Наверное, время закончено. Я просто экспериментирую на нас, так сказать. Я хочу сделать предварительный вывод. То есть, я прихожу к выводу, что Бог – это самое простое решение всех вопросов. Потому что никто не знает, что такое материя, что такое пространство, что такое хрень, и что такое все вообще. Но мы об этом все время об этом говорим. Мы сами не знаем. Поэтому молиться и больше ничего не стоит. Вот я хочу вам ответить. А вы пространство кислое или нет? Оно вонючее или нет? Отвечайте. Да, нет, больше ничего не надо. Я не знаю, что такое вонючее, что такое хрень. Вопрос абсолютно в эквиваленте. Поэтому не надо никогда задавать ему, материальное или нет. Это то же самое. Вы не знаете, что такое... Спасибо. Спасибо. Спасибо.